Новые объемные поправки в налоговый кодекс приняты депутатами и одобрены Советом Федерации. Одна из норм этого документа может увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес на 200 миллиардов рублей, почитали в опору России. Предприниматели просят президента наложить право вето на поправки депутатов. И вот сейчас на связи с нами Иван Ефременков, руководитель Центра экспертизы опоры России. Иван Николаевич, добрый день. Вы могли бы подробнее рассказать, что это за поправки, когда они принимались и вообще кто был их автором? Здравствуйте. Поправки в налоговый кодекс были приняты фактически во втором-третьем чтении и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе. Суть поправок в следующем. Малые предприятия сейчас по налоговому законодательству имеют право применять специальные налоговые режимы. Упрощенную систему налогоблажения и так называемый единый налог на вмененный доход. Эти специальные налоговые режимы освобождают предприятия от применения трех основных налогов. Это НДС, налог на прибыль и налог на имущество. И суть поправок в том, что налог на имущество был исключен из этого перечня изъятий. И теперь малые компании должны будут его уплачивать. Хотя раньше такой обязанности у них не было. При этом поправки в первоначальной редакции законопроекта такого требования не было. И эти поправки были как раз таки внесены между первым и вторым чтением без какого-либо публичного обсуждения, без консультации с экспертным сообществом. Ивана, я правильно понимаю, что этот документ фактически был принят втайне? То есть вам поправки не показали? Вы как-то пытались это оспорить, обратиться к профильным комитетам Госдумы? И вообще, насколько часто такие вещи происходят? Да, действительно, эти поправки ни с кем не обсуждали. И мы обратились, поскольку законопроект, закон уже принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, мы обратились с просьбой вмешаться в ситуацию к помощнику президента Андрею Ивановичу Белоусову. Но такие ситуации, к сожалению, в последнее время все чаще и чаще происходят. В основном это связано с теми законопроектами, которые налагают дополнительную административную нагрузку на бизнес, и прохождение их в рамках публичных процедур общественного обсуждения затруднительно. Мы слышим о том, что Министерство финансово говорит о том, что до 2018 года налоговая нагрузка на бизнес повышаться не будет, и буквально через несколько дней мы видим, что такой документ принимается. Иванов, скажите, если президент не наложит право вето, то как это скажется на малом бизнесе? Каких компаний это в первую очередь коснется? Какие убытки они понесут? Необходимо понимать, что этот закон в дальнейшем должен быть реализован в регионах. Субъекты Российской Федерации должны утвердить результаты кадастровой оценки объектов недвижимости, затем должны определить круг организаций, на которые будет распространяться этот новый налог, и установить налоговую ставку. В том случае, если регион, по нашим данным, сейчас собственниками объектов недвижимости среди малых компаний на специальных налоговых режимах является порядка 350 тысяч. Поэтому потенциально все эти компании могут попасть под такое налогообложение, и по нашим расчетам совокупная налоговая нагрузка на малые компании может увеличиться в два и более раза. Ивана, еще одну тему мне хотелось бы затронуть в нашей беседе. Вот сегодняшнее заявление Медведева в Крыму. Он пообещал поддержать бизнес, который будет вкладываться в республику, в частности налоговые льготы обещал. Насколько это интересно для бизнеса, с вашей точки зрения? Налоговые льготы, они всегда интересны, это может стимулировать приток инвестиций в регион, но нужно понимать, что нужны не только налоговые льготы, нужно еще решать вопросы с кадрами, прежде всего с квалифицированными кадрами в бизнесе, который придет в Крым. Должен быть обеспечен доступ к инженерной инфраструктуре, должны быть урегулированы вопросы с регистрацией прав собственности, в том числе прав на землю. И в совокупности это может дать толчок для развития бизнеса в регионе, для прихода новых инвестиций. Иван, вот когда все эти вопросы будут решены, как считаете, в какие отрасли и области будут инвестировать бизнесмены в первую очередь? Традиционными для Крыма являются отрасли, такие как гостиничный бизнес, предприятие общественного питания, предприятие торговли, также это может быть производство вина. Вот для этих отраслей, для их развития и нужно создавать условия. Спасибо, Иван. На прямой связи с нами был Иван Ефременков, руководитель Центра экспертизы «Опора России». Продолжение следует...